Блестящий баскетбол продемонстрировали игроки ТГУ Баскет в матчах с Уралом из Екатеринбурга. Довольно увиденным остались не только болельщики, но и руководящий состав Российской Федерации Баскетбола. За первыми играми второго круга наблюдала Алла Лавриненко. Исход первого матча с гостями из Екатеринбурга решили последние секунды до финальной сирены. Точный бросок Виталия Чаплина вывел Урал вперед всего на одну очко. Для победы этого оказалось достаточно. С первых минут повторного матча тамбовчане дали понять, что вот так сразу гостей в отрыв не отпустят. Уверенно действовал на площадке Алексей Цветков, который в итоге набрал 26 очков и стал самым ценным игроком встречи. Вчера все проанализировали вчерашнюю игру, сделали работу над ошибками и сегодня показали ту игру, которую мы должны показывать все время. Команды шли вровень, упрочить преимущество никому не удавалось. Провал у ТГУ «Баскет» произошел во втором периоде и на большой перерыв клуб ушел, уступая 11 очков. Но уже в третьем отрезке встречи игроки проявили характер, сумели отыграться и вышли вперед. Сначала нужно было играть более собранно. Мы сначала немножко отпустили их и сначала нужно было не расслабляться, чтобы потом не догонять. Пришел черед догонять гостям и в какие-то моменты они заставляли болельщиков-тамбовчан нервничать. По словам Сергея Конотопова, первый круг прошел в поисках оптимального состава. Видимо, сейчас тренерский штаб нащупал нужное сочетание игроков. Отмечают рост нашей команды на уровне Российской Федерации Баскетбола. Будущее есть. И еще раз говорю, что будущее начинается не только с игроков команды. Будущее начинается с материально-технической базы. Есть зал, есть прекрасные руководители университета, которые любят баскетбол. Есть игроки, есть тренеры. Поэтому я думаю, что этот сезон, наверное, нужно зачесть команде как сезон ознакомительный. Потому что она играет все-таки против клубов, которые уже несколько лет являются старожилами дивизиона «Б». Игра тамбовской команды была неровной, но от этого не менее зрелищной. Всплески, когда нашим спортсменам удается буквально все, сменяются нелепыми потерями, пасом в руки сопернику, нерешительностью в трехсекундной зоне. Но зато затем, поймав кураж, игроки награждают болельщиков за терпение. 101-88. Таков итог матча с середнячком Суперлиги «Б». Теперь тамбовчанам предстоит еще более трудная встреча с одним из лидеров чемпионата – команды Ревды. Алла Лавриненко, Виктор Марченко, Вести Тамбов.